Самая первая задача это полностью использовать транспортный потенциал, раскрыть его и дать возможность разгрузить московские транспортные артерии, железнодорожные артерии, автомобильные артерии от грузов, которые можно пустить по реке. Наверное, это самая интересная тема, которая сегодня может быть на транспортной неделе обсуждаться. Если мы говорим про потенциал канала, то, безусловно, он сегодня используется не на сто процентов. Примерно до половины объемов грузов можно было бы еще сегодня перевести на канале имени Москвы. Если мы сегодня везем там около 30 миллионов тонн, то можно везти более 70 миллионов тонн по каналу имени Москвы. Но самое важное, что вокруг нас растущая экономика страны и растущие приоритеты ставят новые задачи, новые вызовы, которые нужно принимать. И внутренние водные пути это та неотъемлемая ткань, которую мы должны развивать, если мы хотим гармонично развивать всю экономику. И именно в этом находится и инвестпотенциал, и интерес инвесторов, и интерес государства. Ведь нам важно, чтобы развиваться гармонично, чтобы были пересечены в фокусе все интересы участников рынка. И государственные интересы федерального уровня. И инвестиционные интересы, и региональные интересы, и интересы организаций, которые в это вовлечены. Вчера было замечательное заседание, посвященное морским портам. И там и Игорь Евгеньевич, и Евгений Иванович отметили, что у нас морские порты являются драйверами роста. Как можно расти морским портом, не прирастая речными портами? У нас на сегодня рост морских портов составил 1,7 раза за 10 лет. И стоит задача, поставленная президентом, вырасти еще на 30 процентов. Так вот сегодня, если мы не будем развивать речные порты, речные артерии, речные терминалы, то мы упремся в то, что мы должны все вести дорогами или ЖД, а это будет и дороже, и менее эффективно. Весь мир развивается, развивая морские порты через реки. Вся Европа так делает. И сегодня, если мы говорим про речные порты, то, безусловно, мы должны в первую очередь показывать новые мощности по перевалке грузов. Раз. Переходить на мультимодальность. Вся Европа работает на контейнерах. И мы обязаны к этому так или иначе прийти, поскольку это мировые стандарты. Мы сегодня должны формировать развитие портовых мощностей, которые могут использовать мультимодальные контейнерные возможности. Вторая тема, очень важная, это показывать хорошую экономику на реке. Хорошая экономика на реке сегодня нам, как газовой державе, естественно, наверное, рисуется, исходя из газомоторного топлива. Если мы сегодня уже серьезно развиваемся в газомоторной тематике грузовых перевозок, патологических перевозок, общественном транспорте, М11 уже всерьез газифицируется, да, и Балтика будет с 2026 года газовой, то как нам сегодня внутренние водные пути оставить не газовыми? Это возникнут дополнительные затраты по перевалке грузов, которые приходят по Балтике, например. И если мы пытаемся, сейчас вот был подписан на стенде Астрахани коридор, который из Балтийского моря делает транзит на Каспий в Иран-Ирак, из Германии в Иран, безусловно, в нем сегодня, судя по представлениям, доминирует все, что угодно, кроме внутренних водных путей. А это самый эффективный путь решения этого вопроса. Более того, используя сюда река моря, можно было бы делать транзит из Европы в Каспий, в Иран, без перевалки. Это же самое важное, самое экономически целесообразное решение, которое могло бы быть. Для этого нужно, чтобы мы по всей длине проходили пути по осадке, и нужно, чтобы это было эффективное решение по газовому топливу. Если мы сегодня в Балтике имеем газовую среду, то, я думаю, страны, которые работают в Каспии, а это газовые державы, Туркмения, Азербайджан, представляете, естественно, они тоже заинтересованы будут в развитии газомоторного топлива на Каспии, с хранения его экологии, прежде всего. Так вот, сегодня интересы инвесторов находятся там, где можно войти в тренды, растущие быстрее рынка. Об этом говорил Альберт Суренович Иганян вчера тоже на пленарном заседании, что если дать рекомендации, где строить спорт, как строить спорт, то одно из самых ключевых требований – это востребованность и попасть в то место, где инвестиции сегодня и государственные, и частные могут просинергировать и дать новый эффект рынку, дать новые ориентиры рынку.